итак здравствуйте дорогие друзья подписчики кто просто зашел на канал сегодня наконец решил снять видео как и обещал в ролике про гбл на кио рио ролик можете посмотреть ранее хотел снять обзор гбл на nissan avenir значит гбл я устанавливал без документов нашел паренька который просто занимается этим как подработкой он установил гбл четвертого поколения альфа за 16000 опять же я в прошлых роликах говорил что название гбл она называется по называет в основном по названию модуля блока управления то есть маска мозгов да так как она стоит альфа сейчас я вам покажу вот подкапотное пространство двигатель 2 литра гбл стоит альфа вот блок управления она и называется альфа то есть дальше все зависит от того как какие вы подключите провода форсунки здесь не поставил могу ошибаться наверно лаватка не знаю какие какие были здесь трудность заключалась в том что подлезть коллектору сложновато пришлось тут что-то немножко разбирать то есть вот идут шланги штуцерам которые там просверлены здесь сразу в рампу ведь есть форсунки по парам по моему или как ты а может снимается по одной если датчик температуры или датчик давления вот он идет вот здесь он компактно упаковал здесь где-то спрятан он фильтр сейчас покажу с этой стороны то есть вот здесь спрятан или как стоит тонкой очистки то есть я уже говорил в прошлом ролике что раньше сливали конденсат сейчас весь конденсат оседает в этом фильтре то есть вот здесь стоит сам редуктор томасета то есть этот редуктор ставится я так понимаю там и на брс еще куда-то можно поставить то есть альфа это блок управления дальше идет сборная солянка томасета зарекомендовал себя очень хорошо поэтому его ставят везде в основном вот идет датчик давления снимает показания так как где у нас подача газа подача газа значит если к редуктору подходит шланг в общем где-то он не установил еще даже не могу найти и пока искать и не буду где-то стоит электромагнитный клапан который подает газ опять же говорю на этой машине ездит у меня жена ездит она по городу городок у нас небольшой пробеги такие большие менять этот фильтр грубой очистки то есть там стоит магнитик и фильтр он задерживает грубые частицы и какие-то металлические там что-то он притягивает к себе вот это все грязь находящуюся в газе то есть я говорил хоть мне многие в комментариях писали что зря не меняя но у нас на девятка у меня было 99 этом 70 тысяч километров не менял причем я поставил бы уж на этот клапан электромагнитные менял его фильтр в нем мы еще не знаю сколько то есть все было нормально но мне газовщик как-то один говорил что если загрязняется этот фильтр то просто обмерзает электромагнитный клапан а это как звоночек такой что все капот фильтра полный вот честно говоря не знаю куда мне там становил обычную виду ставят паренек так все грамотно упаковал вот ну что я могу сказать эксплуатируется машина в режиме три километра поехал выключил до завел поехал то есть нужно по делам в садик на работу там в аптеку еще куда то то есть и вот в таком режиме зимой расход получился где-то около 12 литров газа как и на киевре у меня да вот 12 литров газа и литров 6 бензина то есть машина не успевал прогреваться при таких коротких поездок поездках ну я считаю это все равно выгодно потому что если бы вы ездили только на бензине то есть было наверно 20 бензина точно по трассе я вот помню когда газа еще не было и ехал здесь шестиступенчатый вариатор по трассе ну где-то литров 89 получалось 100 уедешь 120 по городу конечно наверное литров 10 11 я так думаю но в таком режиме завел прогрел проехал немножко завел этому вся бы двадцатка вышла в принципе такие движки кто есть на короткие расстояния думаю со мной согласятся вот сейчас летом до расход наверно также газа и остался в принципе 10 11 до единственно бензин конечно тратится поменьше немножечко прогревается меньше вот такой двигатель вот такая машина пробег у него 300 уже десять тысяч по-моему брали мы 285 тысяч радиатор у меня как-то лопался с третьего раза мне получилось его холодной сваркой заделать потому что новый стоит дорого это дорого